Привет, друзья! Средиземноморский туристический сезон в Турции, Греции и других странах практически закончен, поэтому мы все чаще обращаем свое внимание на курорты Египта. И все было бы хорошо, но, наверное, слишком много туристов хотят искупаться в Красном море, поэтому цены стали неприлично высокими. Буквально месяц назад на нашем канале был обзор цен на туры в Египет, так вот, с того момента они выросли почти в два раза. С чем же это связано? Есть несколько факторов, и все они, вероятнее всего, в какой-то степени повлияли на цену. Во-первых, после долгого перерыва на курорты Египта стали летать самолеты из России, и с каждым днем их количество увеличивается. Во-вторых, из-за длительного карантина люди соскучились по отдыху и летом еще не успели как следует отдохнуть. А в-третьих, октябрь и начало ноября – это один из лучших периодов для отдыха в Египте. Начнем с пятизвездочных отелей, потому что именно они – наиболее востребованный сегмент рынка. На данный момент самое дешевое предложение, которое можно найти – это отель «Империал Шамс Абу Сома». На 17 октября на шесть ночей на двоих человек с вылетом из Киева стоимость составляет 666 долларов. Если переводить в гривны, это будет 18276 гривен. В сентябре месяце это был не самый дешевый вариант, и тогда в него можно было поехать за 592 доллара. Отель находится на курорте «Сома Бэй» – это регион Хургады, и его средний рейтинг – 7,6 из 10. Это, конечно, не самый плохой вариант в соотношении цена-качество, но если поискать, думаю, можно подобрать и получше. Следующее предложение – это отель, который находится в Хургаде, Хавайи Ривьера Ресорт энд Аквапарк. Его стоимость – 717 долларов на шесть ночей за двоих человек с вылетом из Киева 17 октября. Тип номера, кстати, «Клаб Рум», а это гораздо лучше, чем «Стандарт» или «Эконом». Чем интересен этот отель? Он является частью комплекса, состоящего из трех отелей. И, отдыхая в одном из них, можно пользоваться территорией, бассейнами, горками, пляжем, всех остальных. Цена на отдых во всех трех отелях плюс-минус одинаковая, и средний их рейтинг составляет 8,2. 9 сентября в один из этих отелей можно было поехать вдвоем всего за 494 доллара. Следующее предложение также в Хургаде – отель «Ройал Лагунс Ресорт». На 17 октября на двоих человек с вылетом из Киева на шесть ночей его стоимость будет 774 доллара. А вот на 9 сентября это была самая дешевая из всех предлагаемых пятерок, и поехать в нее можно было всего за 470 долларов. Но лично я для своего отдыха этот отель бы не выбрал, потому что его рейтинг всего 6,3 из 10. Следующим по цене идет самое дешевое предложение на курорте Шарм-Аль-Шейх. Шарм-Аль-Шейх однозначно наиболее востребованный курорт Египта, и конечно же один из самых лучших. Именно поэтому цены сюда, как правило, не всегда, но чаще всего. Немного выше, чем в ту же Хургаду или Сома-Бэй. Так вот, первым по цене в Шарм-Аль-Шейх стоит отель «Иль-Меркато». Противоречивый отель на второй линии, но с рейтингом 9 из 10. Его цена на двоих человек на 6 ночей с вылетом из Киева 16 октября составляет 787 долларов. Но еще буквально месяц назад, 9 сентября, отдохнуть в этом отеле те же 6 ночей можно было за 503 доллара. А это, между прочим, почти на 300 долларов дешевле, чем сейчас. Представьте, сколько дополнительных экскурсий, манго и креветок можно купить на 300 долларов. В следующем я хочу показать отель, который также находится в Шарм-Аль-Шейхе и в котором мы лично отдыхали. Называется он «Шарм-Плаза». У отеля довольно интересная архитектура и большая ухоженная территория. Главной фишкой отеля является его пляж с красивым коралловым рифом. Риф не уходит далеко в море, как во многих других отелях. Поэтому плавать возле него одно удовольствие. А сам пляж находится в бухте, да к тому же каскадами спускается к морю. Благодаря чему ветра на пляже практически не бывает. Но есть у отеля и огромный минус – это его питание. Во-первых, еда здесь очень скудная. А во-вторых, чтобы ее получить, за нее приходится фактически драться. И все же, взвесив все плюсы и минусы, за небольшие деньги в отель однозначно стоит ехать. С 16 октября отдохнуть в Шармплазе вдвоем 6 ночей можно за 867 долларов. Но еще 20 дней назад, 25 сентября, не на 6, а на 7 ночей, цена была на 130 долларов ниже. Возможно, разница не такая уж и большая, но если переводить в килограммы манго, купленные в Египте, то это 40-50 килограмм. Следующее предложение – это один из отелей, которые мы рассматриваем для поездки в Египет в ближайшее время. Называется он Grand Hotel Sharm el-Sheikh. С вылетом из Киева 20 октября на двоих человек на 6 ночей цена составит 978 долларов. Честно говоря, мы рассчитывали на цену ниже раза в два, которая в сентябре, кстати, иногда проскакивала. Но не будем отчаиваться, немного подождем лучшей цены, а пока взглянем на следующий отель, который находится в Марсаламе. Это отель Aurora Bay Resort Марсалам. Стоимость тура в него на 17 октября – 1100 долларов на 7 ночей. Как говорится, кто не успел, тот опоздал, но ехать в него нужно было не сейчас, а 10 сентября. На те же 7 ночей ценник был практически в два раза ниже – 614 долларов. Покажу еще один интересный отель, в который мне бы хотелось поехать. Он находится в курорте Дахаб и называется Le Meridian Dachab. Рейтинг у отеля 8,9, а стоит на 7 ночей 1049 долларов. Очень наглядно разница в цене между предложениями сейчас и предложениями в сентябре видна на примере Фортуны. Фортуна – это когда мы покупаем тур, например, в Шарм-Аль-Шейх, в Пятерку, но в какую именно из Пятерок нас поселят, мы не знаем. Итак, на 20 октября цена 910 долларов, тогда как 24 сентября на те же 6 ночей по Фортуне можно было полететь на 430 долларов дешевле за 547 долларов. В Египте, в отличие от Турции или Греции, совсем немного достойных 4-звездочных отелей. И все-таки из-за более низкой цены люди рискуют и покупают туры в четверке. Поэтому посмотрим, по какой цене сейчас предлагают 4-звездочные отели. Самый дешевый вариант – это отель Шарм-Ин Амэрин за 437 долларов на 6 ночей на двоих человек. Отель находится в 2 километрах от пляжа и рейтингу отеля 6,3. Чтобы выбрать его для своего отдыха, нужно быть достаточно рисковым. Поэтому посмотрим более интересный вариант. Например, отель Панорама на Амахайт с рейтингом 7,8. С 19 октября в нем можно отдохнуть за 538 долларов за 6 ночей. Хотя 9 сентября стоимость тура в Панораму была почти на 100 долларов ниже и составляла 446 долларов. Итак, как же правильно поступить? Стоит ли брать тур сейчас или нужно подождать снижение цены? Мы, конечно, немного подождем. Возможно, все цены опустятся. А возможно, попадется что-то горячее. Надеюсь, данная информация была полезной для вас и поможет вам при выборе вашего отдыха. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на наш канал Мечта Путешественника. У нас всегда самые актуальные туристические новости и интересные обзоры. Нажимайте на конечную заставку, чтобы посмотреть следующее увлекательное видео. Всем хорошего отдыха, ярких впечатлений. И помните, жизнь прекрасна, когда мне есть место для путешествий.